МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Производные от глагола давать. Усадьбы царь даровал своим приближенным за заслуги перед государством. В то время на дачах не просто отдыхали, там устраивали карнавальные вечера. К концу 19 века на этот вид загородного отдыха работала целая промышленность. Выпускали товары исключительно для дачного времяпровождения. Шляпки, дамские перчатки, колье. Дачные гуляния заканчивались далеко за полночь. В 30-е годы 20 века уже появились коллективные сады. С маленькими домиками. Помните у Булгакова? Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего 22, и строится еще только 7. А нас с массолити – 3 тысячи. Позже отепель 80-х годов коснулась и дачного движения. Теперь каждый желающий мог себе позволить иметь земельный участок. В советскую эпоху на дачах работали. Скапывали грядки, распахивали поле под картошку. Тогда же создавались и первые дачные кооперативы, которые существуют и по сей день. Валерий Петрович на своем участке в дачном товариществе «Ветеран» построил дом еще 10 лет назад. Говорит, любит возделывать землю. На своем огороде соорудил необычную грядку дом для клубники. И вот чтобы не замерзла клубника, я сделал специально для нее домик. И укрываю ее. Вот это кто? И укрываю. Тогда она мороза не боится, ветра не боится. Почему дерево? Потому что дерево теплое. А напчанин Виктор Прокопьевич живет в городе. Но с момента основания дачного товарищества часто выезжает на дачу. Вот и сейчас едет с другом. На этот раз не для посадки, а показать нам свой забор. Виктора Прокопьевича с соседом разделяет не только железная конструкция, но и налоговая ставка на землю. Вот это вот житель субсеха, вот забор. У него налоговая ставка 30 рублей за сотку. А у нас в 2011 году 277 рублей за сотку. А за 2012 год уже 800 с лишним рублей. То есть где-то в 27 раз у нас выше налоговая ставка, чем это. Вот за эти 7,3 сутки я должен заплатить налог за 2012 год около 6 тысяч. Когда в прошлом году произошла переоценка кадастровой стоимости земли, пенсионеры, увидев налоговое извещение, развели руками. Налог на землю вырос в десятки раз. Переоценка земли произошла с 1 января 2012 года. То есть все земельные участки на территории муниципального образования, которые имеют кадастровую стоимость, были переоценены. В соответствии с вступившим в законную силу приказом Департамента имущественных отношений. Для Запада дача вообще феномен восточнославянской культуры. С их точки зрения ввести хозяйство невыгодно. В Японии дачи вовсе нет, земля дорогая. В России же дачные участки есть у 30 миллионов жителей. Но налоги на землю у каждого региона свои. Эти регулирования налогового отношения по земле отнесено в настоящее время к местным налогам. Поэтому решение о налоговых ставках принимает в настоящее время в нашем городе Совет муниципального образования города Курорт-Анапа. В таких дачных товариществах, как «Ветеран», «Колос», которые прилегают к городу, там налоговая ставка очень высокая. Всего в Анапе 19 некоммерческих товариществ. Шесть из них граничат с населенными пунктами. Юрист Владимир Попов не первый год занимается дачными проблемами. Прием на депутаты, где он работает помощником, за прошлый год набралось немало обращений. А напчане создают инициативные группы, просят о помощи и вносят свои предложения. Петро, давай. Вот, если бы новый кандидат в мэры пошел нам навстречу по нашим многодневным хождениям, там, по проживам, сравнять налог хотя бы с субсехом, в таком случае мы бы лучше могли обеспечить своих детей, родных, близких, внуков свежими овощами, фруктами. То есть мы бы не платили налог вовремя, смогли бы обработать участки, нанять там технику какую-то. В товариществе ветеран никаких дачных воин с соседями и субсеха нет. Пенсионеров беспокоит одно – снизят ли ставку земельного налога на этот раз. Администрации муниципального образования проведен анализ сложившейся ситуации и выяснено, что жители дачных, садовых, огранических товариществ при условии соблюдения градостроительных и иных норм имеют жилье, которое соответствует индивидуальному жилищному строительству. И многие из этих жителей, дачников, имеют также прописку. То есть возникает ситуация неравенства при налогообложении. Если дачники уплачивают земельный налог в размере 0,3% от кадастровой стоимости, то собственники земельных участков индивидуального жилищного строительства платят земельный налог в размере 0,022% от кадастровой стоимости. Для того, чтобы уравнять права землепользователей, администрация на ближайшей сессии, которая состоится 20 марта 2013 года, выходит с предложением о внесении изменений в решение Совета номер 97 об установлении земельного налога на территории муниципального образования. Таким образом, предлагается упразднить ставку для дачников в размере 0,3% от кадастровой стоимости и применять единую ставку как к индивидуальному жилищному строительству, так и для землепользователей, земельных участков, дачных, садовых и огороднических товариществ. Весной на даче всего посади, зима придет, не будешь знать беды. Эта пословица вдохновляет не меньше, чем важная новость о снижении налога на землю. Всего доброго и до встречи!